МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ермека Маншаев не случайно назвал внука именем своего деда. Нурбергената славился как знатный рассказчик. Богатство его слова, бескрайние фантазии, да и физической выносливости хватало на многочасовое увлекательное повествование, в котором находилось место и волшебные сказки для детей, и поучительные были для взрослых. Любовь к слову писатель, драматург, кинопродюсер Ермека Маншаев получил в Генах. Я помню первую пьесу, я написал, когда мне было 24 года, и я никак не смог пробить наши театральные сцены, потому что там было такое время, это уже после 85-го года. Значит, было я там, бесконечно исправлял, как-то его разные были версии, варианты. И однажды, значит, тогда в Москве проводился фестиваль, назывался он «Фестиваль молодых советских драматургов». Я отправил туда пьесу свою, помню. На всесоюзном конкурсе молодых драматургов пьеса Ермека Маншаева «Прерванная колыбельная» заняла второе место. Автор стал голосом поколения, которому суждено было жить на стыке эпох, когда молодые люди, освободившись от старой советской системы ценности, должны были найти себя в новых реалиях. После победоносного конкурса 28-летний Аманшаев стал самым молодым автором, чью пьесу в столь молодом возрасте когда-либо ставили на профессиональной академической сцене Казахстана в Театре имени Ауэзова. Тогда я работал уже в редакции журнала «Жалу» и позвонил мне, представляете, Азербайджа Манбетов. Ну, это, знаете, кто такой, да, Азербайджа Манбетов, Азербайджа Манбетович, он, я помню, это для меня было так, ну, настолько, вот, не знаю, удивительно, ошеломляюще, что ли. Он позвонил и говорит, «Ты что-то, это самое, гремишь, парень?» Я говорю, я не понял, в чем дело. Он говорит, «Московские коллеги говорили про тебя, там, какой-то пьесы-то, принимал участие на фестивале, что ли?» Я говорю, да, это было и так далее. Рассказал вкратце. Он говорит, давай завтра зайди и принеси свою пьесу. С его пера нашли свои сценические воплощения причудливые, многоплановые персонажи-герои. Современные, исторические, сказочные. Со своими радостями и печалями, страстями, переживаниями, мироощущениями. По его инсценировкам, переводам, а также в его постановке на ведущих театральных сценах заговорили персонажи Франца Кавки «Превращение Кублос». Дональда Кабурна и граф Джин, женой Нак. Арабских сказок из «Тысяча одной ночи». Особое место в жизни, творчестве и карьере нашего героя занимает киностудия «Казахфильм». Ермеку Аманшаеву доверили руководство главной кинофабрики страны в непростые кризисные годы. Прежде всего, это же литератор, это писатель, это драматург за его плечами до его работы на «Казахфильме». Это работа с театрами, его пьесы ставили и на сцене Казахского театра, и на сцене Русского театра, его сценарии ставили в Москве. Человек пришел на «Казахфильм» с огромным опытом работы, да? То есть литератор – это человек, который, прежде чем изложить что-либо на бумаге, десять раз это переживает внутри себя, сто раз это обдумывает. Вот такой человек пришел на «Казахфильм». В тот период «Казахфильм» был на таком моменте, да? Ну, я вообще беру кино в Средней Азии, да? Будет ли «Казахфильм» вообще существовать или не будет? Вопрос так стоял. Впервые вообще за всю историю казахского кинематографа фильм Эмира Байгазина «Уроки гармонии». Фильм попал в основную конкурсную программу Берлинского кинофестиваля. Знаете же, да, что завоевал «Серебряный медведь» оператор за этот фильм. Потом уже понеслось там, я помню, в тот же год Сири Гапремов был в Венецианском кинофестивале. Потом на особый взгляд Каннского попали некоторые фильмы. Впервые вообще за всю историю, наверное, Берлиналия, президент Берлинского кинофестиваля, со сцены Берлиналия объявлял, что в Казахстане кинематограф развивается, что он хорошо развивается. И яркий пример, что один фильм казахстанский сегодня попадает в основную конкурсную программу. Там это были очень тепло встречено. В мире заговорили о новой казахской волне, которую в недрах казахфильма создавала команда Ермека Аманшаева. Он сам принял участие в написании сценария и продюсировании исторического блокбастера Жаужерек Монбала, который высоко оценил создатель знаменитого фильма «Трое» Вольфганг Петерсон. В своем выступлении во время участия в кинофестивале Евразии Петерсон подчеркнул, я считаю, что это прекрасный фильм, которым должны гордиться казахстанцы. Картина действительно достойна мирового проката. И руководство казахфильма в лице Ермека Аманша, он непосредственно держал весь производственный процесс, как говорится, на пульсе, то есть палец на пульсе, он во все вникал. Очень часто мы встречались. Более того, он даже вникал в диалоги героев. Отправлял, там есть такой спич с Артая, такой, ну, перед битвой в финале фильма. И это, в принципе, было написано собственноручно Ермеком Ирхановичем. Да, он прям сам правил, сам это нам отправлял. Мы буквально перед съемками получили на факсе этот спич, герои заучили. Вот. Был очень, очень позитивный опыт. Вот в целом мы получили большое удовольствие. Это был такой, значит, для большая академия, для меня, как для режиссера, для художника. В моей фильмографии это такой, да, это все очень серьезный был этап. Розырек мы была. Ерлан Рахимов его зовут. Приезжий студент. Он единственный свидетель. Он что-то в последнее время трубку не берет. Может, следак его прячет. Ну, с подругой-то понятно. А вот что со студентом делать? Не надо с ним ничего делать. Просто найдите мне его. Понятно? Вспоминая сказ, это, конечно, был очень рискованный проект. Я не знаю, как Ермей Камерханович решился на него, потому что, ну, я принес сценарий, помню. И они прочитали, и сценарий был, ну, довольно смелым для того времени. Сейчас, конечно, уже очень много всякого разного кино снимается, но именно современность была в нем довольно смело отражена. И это было очень удивительно, когда сценарий все-таки запустился, был принят. Нам дали полную свободу, на самом деле. Я помню, как Ермей Камерханович ездил в Министерство культуры, чтобы как-то подготовить почву к такому материалу. И нам очень повезло, что зритель пошел на этот фильм. И пошел хорошо. Мы были шесть недель в прокате. И я не знаю, если бы зритель, наверное, не поддержал этот фильм, мы бы могли очень сильно получить, наверное, за него. Развитие казахстанской киноиндустрии в те годы заговорили во всем мире. Цитирую. Похоже, что казахфильм обретает свое место в мировом кинематографе. Варайети. Мунбала должен сделать для Казахстана то, что крадущийся тигр, затаившийся дракон сделал для Китая. Вывести национальное кино из артхауса в мейнстрим. London, Evening, Standard. Исторический эпос «Жауширик Мунбала» должен встряхнуть казахстанскую киноиндустрию. The Washington Times. Особое место занимали казахстанско-российские совместные проекты. Ермек, такой творческий человек, он написал и книги, и пьесы, и продюсировал кино, и сам был режиссером. И, ну, безмерно талантливый человек. И в то же время он был хорошим, очень администратором. Не зря у него все должности были сопряжены соответственной административной работой. И вот это сочетание творчества и административных навыков дают, конечно, очень хорошие результаты. Писатель, драматург, государственный деятель Ермек Аманшаев – яркий пример того, как карьера и творчество гармонично сочетаются в жизни одного человека. Во время работы в Акимате Нур-Султана он стал одним из тех, кто участвовал в формировании культурного облика столицы страны. Ермек Амирханович является одним из инициаторов создания театра «Жастар», что стало своеобразным импульсом для казахского театрального искусства в целом. Тогда в столицу из Алматы была приглашена труппа молодых артистов во главе с их наставником Нур-Канатом Жекаббаевым. Его имя занимает особое место в истории нашего театра. Позже Ермек Амирханович также стал поддержкой молодежи в киноиндустрии. Город Нур-Султан, наша столица, она на сегодняшний день уже сформировалась как одна из таких очень продвинутых мировых столиц. Это, конечно, все заслуга нашего первого президента Ельбаса Нур-Султана Афиша Назарбаева. Я помню первое заседание обновленной городской аномастической миссии, куда вошли видные казахстанские ученые, писатели, философы, историки и так далее. И тогда перед нами была поставлена задача, было государство о том, чтобы переосмыслить то наследие, которое мы получили с прошлой эпохи. Результатом всего этого у нас появились улицы Ахмеша, Сарайша, Сагана и так далее. Писатель не часто балует своих читателей, все-таки сказывается его колоссальная занятость. Но когда это происходит, то его издания сразу находят достойную оценку. Так, в 2017 году за книгу «Репентенс» в Стокгольме писатель был объявлен автором года, а его сборник «Песнь мотылька» в 2019 году в Лондоне признали бестселлером года. Я думаю, что программным произведением Ермека, через которое можно понять душу автора, его философские взгляды, является эссе «Песнь мотылька». Все мы, подобно хрупкому мотыльку, летим к огню, не мыслим своего существования без него, хоть он и грозит нам смертельной опасностью. В этом аллегория судьбы, нашего подчинения своим роковым страстям. Как пишет автор, может в этом молчаливом круговращении, в этой эволюции взлетов, падений и финальном сгорании, мировой порядок и гармония, очищение души. Певец, знаток Казахстана, знаток своей родины. А вот по стилю письма, это писатель очень современный, это писатель европейского уровня. Не зря его произведения издавались уже и во Франции, издавались в Германии, издавались в Лондоне, насколько я знаю. Даже, по-моему, сейчас пьеса готовится быть поставленной в Лондоне. Это писатель, который делает честь современной литературе и в Казахстане, и в общем-то на всем нашем посредственном пространстве. Он не боится острых тем. И вот то, что писатель взялся за эту тему, и как он тонко её отработал, изобразил, это ставит Ермека в ряд очень современных и сильных писателей. Творчество Ермека Аманшаева уникально тем, что в нём тонко сочетаются древние легенды и мифы, философские размышления и острые проблемы современности. Увлечённый новаторством прозаик, сейчас осваивает новый вид современного искусства. Ведёт культурологический блок. Вначале там были статьи оозов экзистенциализм, Абай-Монте, читательская аудитория, она формируется, и что от рана, наверное, она потихоньку увеличивается. Когда было предложение, значит, объявить день рождения Абая 10 августа национальным праздником, по-моему, эта статья, она сама собрала большую аудиторию. То есть я там говорил, как праздноваться вообще день рождения, скажем, Шекспира в Англии, Бёрнса в Шотландии, там, Гёте в Германии и так далее. Там праздновался тогда год Абая, и президент наш, Хасам Жаматский, говорил о том, что давал поручение, чтобы сделать такое, насытить как-то какими-то креативными решениями. И тогда и предложили, значит, 10 августа включить его в реестр национальных праздников. Я очень сильно надеялся, что у меня младший сын, он как бы пойдет, наверное, по моей стезе, но пока не получается. Но я всегда ему говорю, что он очень начитанный, во-первых, интеллектуально очень сильный, сильно развитый и очень приятный и так далее. Интересно мне, например, с ним рассуждать о кинематографе, о современных каких-то тенденциях, я не знаю, в культуре, в литературе и так далее. Но, тем не менее, он выбрал другую для себя профессию. Что означает разрезание пут? Я как-то, может быть, символично или как-то к этому... Для нас это, может быть, даже какие-то сакральные вещи, да? То есть, например, путы моего внука разрезал Ербалат Толиппай. Это один из, знаете, ведущих художников нашей страны. А внучки Айман Бусахуджаева. И сейчас внучка растет у меня, Женя, она очень талантливый человек. Ермека Маншаев и сам перерезал путы многим представителям талантливой молодежи Казахстана. Многие из тех, чьи имена известны далеко за пределами родины, с его помощью сделали свои первые шаги в искусстве. Всегда как-то относился как... Не как даже к сыновьям, а вот как к младшему братишку, что-то вот такое именно какое-то отношение, как к младшим коллегам. Довольно на равных это происходило. Никогда нас не отделяла кабинетная стена или дверь. И вообще в этот период времени, мне кажется, на казахфильме двери стали открываться гораздо легче, проще. Потому что я помню, как мы студентами пытались со студией взаимодействовать, и это было гораздо сложнее, чем в тот момент, когда все завертелось. То, что сразу бросилось в глаза, это его демократичность и то, что он повернул к себе лицом молодежь, творческую молодежь. Очень много молодых ребят, которые стартовали, начинали свою именно кинокарьеру, а в бытность Ермика Мирхановича. Я думаю, никто это не забудет, потому что, грубо говоря, он дал старт молодым ребятам, которые сейчас уже являются довольно серьезными кинематографистами, у которых уже есть имена не только на международной арене, имена есть. И в том числе я себя считаю, что тоже человек, который, грубо говоря, привел меня за руки в казахфильм. Потому что мои первые работы совместные, которые мы делали с киностудией казахфильм, а это было тоже в бытность Ермика Мирхановича. Наверное, самый животрепещущий вопрос для каждого человека – это секрет счастья. Ермика Мирханович решил его для себя с присущим ему философским отношением. Счастье – это жить, наверное. Не бывает времен хороших или плохих. Бывают времена, когда мы живем счастье, то, что мы утром проснулись, счастье, что мы живем, счастье, что мы имеем возможность сделать то, что задумал или мечтаешь, и так далее, и так далее. Я думаю, в этом смысл, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok